Машины качают, как корабли в шторм. Жителям Гулькевичей приходится ежедневно добираться до работы через ямы, колдобины и трещины. Улица Прогресса – одна из центральных от асфальта. Здесь уже мало что осталось. В основном ездить приходится по гравийке. А это больше одного километра. О том, что дорогу необходимо отремонтировать, главе региона рассказывает местная жительница Евгения Лешенко. Улица Прогресс является улицей с интенсивным движением. Люди едут на работу, с работы довозят детей. Рядом школа, детские садики. И такая дорога затрудняет, конечно же, движение. Вениамин Кондратьев тут же обращается к главе Гулькевичского района и заместителю министра транспорта. Запускать дорогу до такого состояния недопустимо. Тем более, что поток машин увеличивается с каждым годом. И от качества покрытия зависит качество жизни самих людей. Даже когда нагрузка на дорогу увеличивается, это показатель сегодня экономики, в том числе и уровня жизни людей. Потому что если вчера один-два-три автомобиля пробегало, то сегодня они гирлянда едут. Но тем не менее, дорожное хозяйство, дороги не должны отставать от уровня жизни. Вот эта улица, видимо, как была когда-то, так она и остается. Является не улицей, а больше, наверное, полосой препятствий, по которому дети идут и в школу, и они там пытаются дойти до необходимого места. Можно нам конкретно сказать, когда эта дорога откроется, а это новая дорога, и когда по ней уже поедет транспорт? Я думаю, что 1 сентября уже дорога будет полу. 1 сентября 2019 года. На ремонт дороги из краевого и местного бюджетов выделят 30 миллионов рублей. Реконструкцию проведут в два этапа. Первый участок протяженностью около 500 метров завершат к концу года. Нашлось решение проблемы и у жителей Новокубанска. Максим Марандыкин приехал не по личному вопросу, а от лица всех жителей города. Их интересует, когда наконец завершатся работы по благоустройству местного парка. Именно его новокубанцы выбрали для участия в программе по формированию комфортной городской среды. О сроках людям местные власти докладывают весьма расплывчато. О том, какие работы сейчас ведутся на объекте, Максим Марандыкин узнает только на встрече с губернатором. Прошли экспертизу, объявили конкурс на реализацию данного проекта. В августе месяце был заключен контракт со строительной организацией, которая приступила к реконструкции и обустройству данного парка. Сегодня процент исполнения по данному объекту составляет где-то порядка 55%. Над новым обликом парка уже вовсю трудятся рабочие. Там установят освещение скамейки, появятся детские и спортивные площадки. Открыть зону отдыха обещает 15 декабря. Мениамин Кондратьев не понимает, почему обо всем этом нельзя было сразу рассказать жителям Новокубанска. Открытость должна стать основным принципом работы власти на любых уровнях. Людей очень сложно обмануть. С ними надо быть искренним. Искренним по-настоящему. И если говорить, что вот такая ситуация, которая задерживает реализацию обещания, что-то их сказать надо. Вот такая ситуация. Люди должны знать о том, что корректируются. Нельзя их держать в неведении, нельзя им просто обещать. Нужно по-настоящему понимать, что если мы им не будем говорить конкретику, значит, это информационное пространство займут слухи и сплетни. Правду. Правду. Еще раз правду нужно людям говорить. И они подождут. Но если уже сказали дату, тогда уж будьте добры, возьмите кровь из носу, как говорится, но сделайте. Среди тех, кто приехал сегодня на прием к губернатору, который он провел по поручению президента России, Марина Аксенова из станицы Воздвиженская. Там люди просят построить новый офис врача общей практики. В населенном пункте есть амбулатория, но в старом здании уже невозможно принимать пациентов. Ближайшая скорая помощь находится в 15 километрах. Бригаду скорой медицинской помощи необходимо вызывать и ожидать из соседней станицы, Тимиргоевской. И поэтому, конечно, как и для меня, как многодетной мамы, так и для всех жителей нашей станицы этот вопрос очень важен. Вениамин Кондратьев уверен, медицинское обслуживание в станицах и поселках не может быть хуже, чем в городах, а также должно учитывать специфику жизни селян. Я сам знаю по своим родителям, то есть, как правило, никогда. То посадка, то прополка, то сбор урожая, то закрутка, то закатка. Знаете, вот настолько увлечены трудом с раннего утра до позднего вечера. Да, вот такой у нас уклад жизни, я согласна с вами. Офис врача общей практики однозначно должен быть рядом с ними. Поэтому максимально поддерживаю инициативу. Притом, каждого населенного пункта, даже невероятное количество, сколько там людей живет. Еще раз подчеркиваю, селяне на сложно, это тащить к врачу сложно, даже практически невозможно. Но тогда врач должен прийти к селяне. Обратно в станицу Воздвиженского и Курганинского района Марина Аксенова отправилась с хорошими новостями. Новый офис врача общей практики должен заработать уже в феврале следующего года, а здание старой амбулатории отремонтируют. Всего на приеме рассмотрели пять вопросов и на каждый нашли свое решение. Так в Павловском районе появятся новые очистные сооружения. Открыть их планируют в 2020 году. Яна Бузычкина, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар.